Дождались исполнительские действия без участия приставов. Правила принудительного взыскания долгов судебными приставами в рамках исполнительного производства менялись и уже не раз. И уже сейчас в силу вступила еще одна порция новшеств. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, 20 июня вступили в силу очередные поправки к закону об исполнительном производстве. Главное нововведение заключается в том, что теперь решения ФССП могут приниматься в автоматическом режиме, то есть без личного участия должностного лица. По ряду вопросов, о которых сейчас и поговорим. Первое. О возбуждении, окончании, приостановлении и прекращении исполнительного производства, либо об отказе в этом, за исключением возврата исполнительного документа взыскателю и приостановлении производства в случае поступления жалобы на пристава. Здесь без участия пристава не удастся обойтись. Второе. Об установлении или отмене ограничений и запретов в отношении должника, наложения и снятия ареста. Теперь будут приниматься в автоматическом режиме. Третье. Об обращении взыскания на денежные средства и доход должника. Зарплату, пенсию и так далее. Хочется быстрее посмотреть, как это будет работать на деле. Мы же с вами понимаем, что система ФССП сплошная брешь в нашем законодательстве. И без этого все работает не настолько совершенно. А возможно это будет и прорыв. В общем, как говорится, поживем-увидим. Четвертое. В автоматическом режиме будет приниматься решение о взыскании исполнительского сбора. Пятое. О рассмотрении заявлений и ходатайств участников исполнительного производства. То есть формально ФИУ пристава будут указаны в постановлении, но сам он никакого участия в его вынесении принимать не будет. Все сделает за него программа. Друзья, еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за множествами в законодательстве. Ссылка в описании. Но я продолжаю. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал госуслуги или автоматизированную информационную систему ФССП. Такие автоматические постановления можно будет обжаловать в суде по месту совершения исполнительных действий или по месту введения исполнительного производства. Кроме того, предусмотрено автоматическое возбуждение исполнительного производства по долгам в виде денежных взысканий, штрафов, за нарушение законодательства. Для этого не потребуется ждать от взыскателя заявления. Постановление будет выноситься сразу же на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, который будет предоставляться государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. А для уведомления должника и взыскателя судебным приставам теперь разрешается запрашивать номера их телефонов у операторов связи. Так что в ближайшее время скрыться от судебного пристава будет не так-то просто. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!